Парковаться где и как придется. Наши водители, похоже, уже привыкли на поиски разрешенного места. Уходит время, часто парковочные карманы уже забиты до отказа, а платные стоянки далеко и дорого. Поэтому выбирают места там, где ближе и проще. К памяти и ответственности нарушители возвращают полицейские. Совсем недавно завершилась ОПМ-парковка, по итогам которого было выявлено порядка 200 административных нарушений. В проведении профилактического мероприятия парковка было выявлено около 2000 административных правонарушений, из которых 52 водителя были привлечены за нарушение правил благоустройства города. 52 водителя были привлечены за нарушение правил парковки транспортных средств во дворах. И между тем было 44 водителя привлечено за употребление алкогольных напитков. Но в перерывах между рейдами водители готовы наступать на те же грабли уже без опаски. Хотя и штраф не маленький – 10 МРП, больше 20 тысяч тенге. Видимо, пока не пойман, эти цифры не представляют реальной угрозы бюджету. Как следствие, ситуация лучше не становится ни во дворах, ни на улицах. Это один из дворов в центре Ак-Тубе. В дневное время вечером он заполнится машинами еще больше. А это практически малый проспект Абулхайрхана. Здесь водители катаются свободно, без ограничений, распугивая пешеходов на тротуаре. И так происходит уже много лет. Кажется, что водители уже действуют здесь по своим негласным правилам. Сигналят обнаглевшим пешеходам, что мешают движению транспорта. Занимают две полосы под парковку, еще две – для беспрепятственного проезда. Что уж говорить тогда про улицы от центра отдаленные. Ну, потому что место здесь было. Ну, здесь же запрещено парковаться. Вы знали об этом? Нет. Я первый раз заехал сюда. Вообще, часто правила парковки нарушаете по незнанию? Стараемся не нарушать. Не знали? Не знал. А часто паркуетесь в неположенных местах? В смысле неположенных? Ну, в запрещенных местах часто? Сами паркуетесь, водители видите? В неположенных местах должно быть написано же, парковка запрещена. Ну, это тротуар, не проезжая часть. Где, вот здесь? Тротуар, вон он, там, сзади. Сюда нельзя заезжать? Да, не знал. Извиняюсь, больше не буду. А как вы думаете, почему водители паркуются вот там, где нельзя? Ну, потому что машины стоят и думают, можно, значит, если стоят. А так, конкретно, если бы стоял знак, никто бы не парковался бы. Во-первых, по тротуару мы не ездили. То есть, получается, по правилам дорожного движения можно заезжать на тротуар в тех случаях, когда необходимо какой-то крупногабаритный груз занести в магазин. В данный момент мы на доставке, мы занесли туда крупногабаритный груз. И в связи с тем, что нам там невозможно было развернуться, мы развернулись здесь, где больше места. То есть, ничего не надо? Нет, конечно. Совсем так не считают пешеходы, хотя и они уже привыкли. Здесь расположен крупный супермаркет, торговый дом, банки, аптеки, точки сервисного обслуживания. Поэтому ходить здесь приходится часто, но всегда с опаской. Впрочем, как и везде. Приходится объезжать, бывает, коляска не помещается в проезде. Хотелось бы, конечно, чтобы были парковочные места для автомобиля. Почему так паркуются водители, как вы думаете? В основном, потому что мало парковочных мест у нас, поэтому приходится. Конечно, опасно тротуар. Прежде, сейчас. Нельзя ставить машину у меня. А почему ставят здесь, как вы думаете? У шофера нет этики, поэтому, наверное. Ну да, то, что надо. Я думаю, парковки делать отдельные какие-то, конечно. Потому что даже проходишь просто, внезапно так выехала машина, ребенок. На тротуаре именно? Да, 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 да. Вот, думаю, что надо какие-то. Это уже я даже не знаю, как слово подобрать. Обнаглели уже на тротуарах стоять. А где пешеходы должны ходить? А почему так происходит? Почему происходит? Надо спрашивать с лосей. Если нет. А и полиция. Ну, значит, плохо работает над этим. Надо штрафовать. Это что такое на тротуарах, а? Наглость какая. Ирина Гудь, Сергей Калашников, программа «Факт». Ирина Гудь, Сергей Калашников, программа «Факт».